Поисковики Алханчурской долины уже вернулись с незаменимым опытом. За короткий срок обучающие программы ребята значительно пополнили багаж знаний. Научились правильно оформлять документацию, работать с архивами, заниматься эксгумацией археологическим путем. Активистам в стенах Топливно-энергетического колледжа вручают сертификаты. Поисковый отряд Алханчурская долина создан на базе Топливно-энергетического колледжа. Всероссийский слет поисковых отрядов проходил в Татарстане. Ребятам объясняли, как работать на сложных участках, рассказывали о правильных действиях при обнаружении горючей смеси, взрывоопасных веществ, гранаты. А вот ответственная миссия капитана отряда была возложена на Хусейна Ченхоева. Признается, что ребята его были дисциплинированные и ответственные. «Где мы приняли участие в разных мероприятиях, соревнованиях, присутствовали на лекциях, на познавательных лекциях, приняли участие по практикам, по раскопкам. Ребята были послушны, выполняли приказы, участвовали так же, как и я, заходили на мероприятия, на лекции присутствовали, задавали вопросы, так же ими отвечали на вопросы». За четыре дня обучения поисковики не только набрались профессиональных навыков, но и повысили уровень коммуникабельности. На слюте они познакомились с представителями других регионов. На одной площадке встретились поисковики от 18 до 30 лет, опытные и новички. Организовали поездку и подготовили студентов региональное поисковое движение совместно с руководством колледжа. «Такие мероприятия, они планируются и в Москве, поисковое движение «Россия», он является инициатором таких масштабных мероприятий. И когда пришел вызов на мое оригинальное отделение, я вышел на директора колледжа, топливно-энергетического колледжа, имени Цурова Мустафу Тугановича, и я вам сказал, вот такая заявка поступила, состояние ли мы направить. Ну, мы там немножко поднапряглись. Он нашел такую возможность, средства, и мы одели ребят, обули, там снарядили. Но это не просто поездки, их надо там палатки им сделать, спальные мешки, там много чего, снаряжение, чтобы они были похожи действительно на поисковиков». Словом, наставники ребятами довольны и считают, что программу обучения освоили успешно. Всего регион представляли 17 человек. Эту команду составили не только ингузские поисковики. Изъявили желание присоединиться к ним активисты из поискового отряда «Кавказ» города Хасавюр. В республику Дагестан представили 8 человек. «Служу поисковому движению России». Сами ребята довольны совместной работой с ингузскими поисковиками и надеются, что это станет не последним товарищеским участием в выездных мероприятиях. «Нам предоставилась честь съездить именно с вашими студентами, с вашим поисковым отрядом «Ахапшумская долина». Ребята показали себя молодцами. На форуме, на семинаре очень хорошо старались, как могли, сделали многое. О них осталась хорошая память. В республике Татарстан руководство семинара «Слёта» поискового движения попросило меня лично поблагодарить вас, Беслан, за такую прекрасную команду». За время прохождения практики ребята обучали не только правильной эксгумации, но и дисциплине. Подъём в 7 утра, зарядка, плотный завтрак и уже с 9 часов лекции, где до обеденного перерыва ребята осваивают теоретические знания, а после – практические занятия. «Им показывают, как доставать из братских могил, допустим, есть братские могилы, тогда там 2-3 человека бывает, и со временем их бывает очень трудно достать оттуда для перезахоронения. И вот им показывают, как это с ювелирной точностью надо обращаться с костями, которые надо оттуда забрать, взять и перезахоронить. И всё это там они проходили на практике, их обучали этому». Эта поездка сплотила в общем деле поисковиков двух республик. После вручения сертификатов этот день ребята решили запечатлеть на памятной фотографии. Словом, полевая жизнь и суровые условия ничуть не спугнули поисковиков Аханчурской долины. Напротив, с нетерпением ждут следующие поездки, о которой более подробно уже говорят в кабинете директора. Совсем скоро ребята должны выехать в Карачаево-Черкесию на ещё один обучающий семинар, а после – на международный форум, который пройдёт в Касписке. С такими усилиями и рвением к получению новых знаний, велика вероятность, что оставшиеся неизвестные солдаты, павшие в годы Великой Отечественной, будут наконец найдены и перезахоронены. Диана Тударова, Рахман Суров, Новости 24.